Незаменимое транспортное средство для спасателей и патрульных служб. Аэроглиссер, как известно, способен быстро передвигаться по воде. Лёгкое судно, оснащённое двигателем от моноплана «Блерио», впервые было испытано в мае 1913-го на Каме. Создать своё детище известному русскому поэту и пилоту Василию Каменскому помогла, как ни странно, авиакатастрофа. В апреле 1912-го в Польше проходили показательные выступления авиаторов, в которых участвовал и пермяк Василий Каменский. В городе Ченстахов, где собралось огромное количество публики, пилот поднялся в воздух, несмотря на грозу и шквалистый ветер. Хрупкий моноплан «Блерио» перевернулся и рухнул на землю. Каменского спасло то, что самолёт упал в болото. Пострадавшего лётчика доставили в больницу, а в газетах уже печатали некрологи. Василий Каменский вспоминал. «В статьях меня возносили до гениальности, явно рассчитывая, что я не воскресну. В конце некрологов печаталось, что во время моего падения в публике случилось 23 дамских обморока. Щепки от разбитого аэроплана публика расточила на память. Мотор цел». Аэроход произвёл фурор в российской прессе. Вот заметка в московском журнале «Искры». В Перми на Каме состоялось публичное испытание аэрохода. Он приводится в действие мотором в 25 лошадиных сил и покоится на трёх металлических лодках-поплавках. Изобретатель имеет цель создать быстроходный аппарат по принципу скольжения, приспособленный для почтовых отправлений. Аэроход Каменского был способен передвигаться также по льду и снегу. «На это откликнулись и в Варшаве, на это откликнулись и в Париже, потому что это действительно было какое-то новое слово в технике. Но, к сожалению, Каменский не запатентовал это своё изобретение, поэтому оно стало столько вот как публикации». «Мы знаем, что Каменский – это такая разносторонняя личность, фонтанировал разными талантами. И нам бы хотелось помимо литературной экспозиции ещё и рассказать гораздо больше о нём». А потому в доме Каменского в Троице экскурсионный маршрут станет длиннее. Специалисты музея предложат посетителям пройти путь энтузиаста, подробно узнав о многочисленных увлечениях изобретателя и поэта-новатора. Юлия Зыкова, Сергей Пьянков, Телевизионная служба новостей.